Здравствуйте! Сегодня расскажу о системе крепления подводного света и вспышек. Эта система состоит из армов и зажимов. Подходит она к любым маркам подводных боксов, не только для компании ВОЗ, но и других, у которых есть система крепления шар размером 1 дюйм. Для этого используются зажимы универсальные, которые способны удерживать шары в 1 дюйм. Но при этом, если вы используете армы других производителей, и у них может быть разноразмерные шары, то есть, допустим, здесь 24 мм, здесь 26, этот зажим будет точно так же крепко удерживать данные армы. Сейчас я соберу комплект для установки подводного света либо вспышки, который устанавливается на подводный бокс. Для этого мы берем зажим, устанавливаем его на шар и закрепляем данный арм. Армы, как видите, у нас разных типоразмеров. В моих руках арм 350 мм и 280 мм. Есть еще армы 210 мм и 150 мм. Они используются для более компактных подводных боксов других производителей. Далее, соответственно, мы крепим более длинный арм ко второму арму. В данном случае мы получили W-образную схему, которая нам позволяет устанавливать наш подводный свет в любом абсолютно конфигурации, которые мы хотим. Можем повернуть, сместить его назад, повернуть его в любую сторону, установить шире разлет данной конструкции примерно метр вправо, метр влево. Соответственно, мы можем осветить очень большую площадь данными фонарями. Почему в комплекте именно 4 штуки используется арма? Как известно, перевод на русский язык слово «арм» означает «рука». Здесь в данном случае тоже используется как «рука». В нашей руке у нас существует приплечье и плечо. Соответственно, здесь то же самое. Итак, мы собрали минимально необходимый комплект для установки подводного света. У нас в этом комплекте 4 арма и 6 зажимов. И W-образная схема для установки подводного света. Сейчас я вам покажу транспортное положение, в котором данные армы находятся при транспортировке подводного бокса и комплекта целиком до места съемки. То есть для этого мы ослабляем внутренний зажим и зажим, который соединяет у нас два колена. Собираем его вот таким вот образом. И у нас получается транспортное положение. Правую сторону собираем таким же точным образом. Ставим его в транспортное положение. Вот в таком положении комплект переносится до места съемки. В этом обзоре мы рассматривали систему крепления подводного света. Вы можете выбрать любую подходящую для вас комплектацию, либо обратиться за консультацией. А на сегодня обзор подошел к концу. Подписывайтесь на канал, смотрите за нашими обновлениями. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok